как вот принимать ванну с таким окном это не дерево есть потайная ниша подземелья дальше идет обрыв уху страшно всем привет друзья мы сегодня в московской области у нас сегодня на обзоре очень интересный проект это рестайлинговая версия нашего популярного проекта репина парк кто не смотрел на него обзор можно посмотреть его вот здесь этот проект еще интереснее и круче у него очень много своих фишек подогреваемая парковка обзор с крыши этого дома там полностью эксплуатируемая терраса одна скала ручная работа чего стоит в общем устраивайтесь поудобнее заваривайте чаек но не забудьте подписаться сразу наш канал чтобы не пропускать следующие такие же видео а мы погнали дом находится на холме и даже самого участка открывается просто потрясающий вид на долину на самом участке есть огромная подпорная стенка высота ее больше пяти метров и дальше идет обрыв метров наверно 30 даже 50 из-за этого создается вот такой вот эффект классный великая китайская стена получилась крепость и чтобы выйти туда например погулять в лесок это там грибов пособирать просто полюбоваться природой сделано вот такое вот подземелье здесь можно спуститься и выйти на ту нижнюю зону по площади всей участка у нас расстелен рулон и газон и дом располагается ближе к въезду площадь этого дома 290 квадратных метров но примерно еще столько же здесь террасы балконов вот видите вот это опоясывающая терраса она полностью соединяет два входа то есть можно со стороны главного входа перейти в котельную прогуляться с чашечкой кофе обратите внимание как газон примыкает у нас к отмостки отмостка минималистичная скетичная просто засыпана галькой по фасаду у нас здесь три основных материала это декоративная штукатурка белого цвета клинкерная плитка вот такого черного цвета и вставки из дерева но дерево здесь не простое как на террасе у нас лежит доска из древесно-полимерного композита вот эти вот рейки они выполнены точно из такого же материала то есть это искусственный материал это не дерево не лиственница не другая какая-то порода это дает возможность эксплуатировать ее очень долго без подкраски без того риска что ее где-то поведет или еще что то то есть это искусственный материал который прослужит дольше на самом деле очень классное решение мы сейчас его применяем все чаще и чаще на улицу у нас наружный кран выходит и розеточки то есть пару розеток у нас везде есть по фасаду итак друзья мы решили показать вам полностью путь попадания в дом прям с главного въезда то есть вот вы въезжаете через вот такие вот стильные ворота здесь огромная такая вот асфальтированная площадка она полностью вся подогреваемая то есть зимой не нужно брать лопату и чистить снег это очень удобно очень комфортно и на этой парковке можно легко развернуться сколько угодно гостей сюда позвать припарковать при необходимости можно заехать в гараж здесь у нас двое гаражных ворот и вход в дом рядом то есть вот входная дверь если вы припарковались на улице либо если вы заехали в гараж гараж на два машина места здесь у нас сразу есть даже зарядки для электрокара и как видите о чем я собственно и говорю что в гараже как правило пристраивается вот керхер газонокосилка снегоуборщик и много-много всего и потом вы уже одно машина место теряете а потом со временем можно потерять и второе то есть лучше все таки устраивать еще рядом зону хранения она у нас здесь есть система бесперебойного питания здесь электрощиток вент установка у нас вот здесь вот находится за вот этим вот понижением полностью то есть в гараже очень много инженерного оборудования ты из гаража у нас как раз таки есть вход в дом и предусмотрен здесь грязная зона хранения зона хранения для как раз таки вот покрышек инструмента грязной обуви спортивной экипировки очень классное такое вот решение и дальше мы пойдемте в дом заходим здесь у нас зона такая вот тамбура длинный коридор справа у нас встроенный шкаф а здесь большой вот тамбур то есть я должен был зайти вообще с главного входа вот здесь давайте зайдемте правильно вот такая огромная классная дверь заходим тамбур много мест хранения где можно оставить как раз таки ключи телефоны шкаф здесь длинный встроенный шкаф у нас вот здесь вот по коридору здесь у нас стенка задекорирована полностью рейкой на черном фоне и как видите вроде двери нет а вроде двери есть это как раз таки дверь которая ведет из гаража в дом и дальше у нас по соседству гостевой санузел небольшой компактное но все что нужно есть маленькая раковина утоплена в такую полукруглую нишу и переходим в основное пространство здесь нас встречает лестница отделанная полностью натуральным камнем эти подсветка включается прям по мере того как я поднимаюсь но мы на второй этаж сейчас не пойдем я вам покажу сначала первое здесь у нас прачечная котельная гостевая комната основной санузел первого этажа и пойдемте в основное помещение это кухня гостиная 70 квадратных метров полностью все это помещение второй свет огромный диван камин вся отделка выполнена полностью нашей компании и по нашему дизайн-проекту то есть вот как мы планировали здесь вот стол вот такая вот люстра красивая дизайнерская смотрите кухня гостиная у нас опять за него то есть вот там зона отдыха где диван и телевизор и здесь зона готовки с таким вот островом мне кстати нравится здесь остров он довольно большой и функционально то есть за ним можно и поработать и поесть и посидеть то есть это такое вот основное пространство где будет проходить время то есть вечером здесь можно попить вина не всегда ты идешь за тот стол гостевой это скорее используется для того когда у вас приходят гости либо приезжают родители здесь видите у нас можно посадить 10-12 человек за такой стол то у нас под натуральный камень здесь стоит двухместный такой вот диван где можно присесть и полюбоваться видом на долину и на участок и обратите внимание здесь полностью панорамное остекление никаких импостов это алюминиевый профиль использован в качестве несущей конструкции что позволяет вот получать такие вот проемы три на три метра полностью панорамная чтобы любоваться видом дома нас полностью отапливается теплыми полами вы нигде не увидите радиаторы единственное у нас под такими вот панорамными окнами есть конвекторы чтобы отсекать холод от окон все равно сопротивление теплопередачи окон гораздо ниже чем стены вот стены как раз таки у нас здесь однослойные 400 миллиметров плотностью d400 без утепления и в доме тепло тепло более чем у нас приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией везде в потолке ведь вот такие вот щелевые диффузоры плюс сюда же встроена у нас система кондиционирования нигде нету внутренних вот этих вот блоков пластиковых кондиционеров то есть все спрятано под потолком и как видите высота потолка довольно высокая мы здесь специально в этом проекте подняли высоту чтобы как раз таки все коммуникации у нас поместились и было более трех метров высота потолка максимум вариантов подсветки видите такая более направленная приглушенная есть подсветка обратите внимание короче на кухне полностью чтобы все спрятать есть такая вот потайная ниша за фартуком очень удобно все что не эстетично не минималистично можно туда спрятать и закрыть за этим фартуком фишка этой кухни-гостиной является камин он притягивает все внимание то есть можно холодный осенний вечер и затопить поставить здесь вот кресло как раз таки любоваться открытым огнем прямо у себя дома смотрите насколько большой объем добавляет отсутствие перекрытия очень необычная люстра как раз таки видно нам с этого дивана она из таких шлангов она сделала вот здесь обратите внимание если бы мы просто покрасили эту стену было бы большое такое белое пятно здесь принято было решение отделать эту стенку мебельными щитами смотрится очень круто да здесь на самом деле вообще куда ни глянь все просто максимально стильно минималистично и современно винный шкаф здесь вот в этом острове спрятаны и места хранения кстати вот прикольно угловая такая вот это как варочная поверхность не вот ни разу не видел но увидите бывают угловые варочные поверхности пойдемте покажу остальную часть дома на первом этаже у нас вот такой вот большой холл здесь под лестницей стоит видите беговая дорожка заказчик здесь занимается спортом вот в этом пространстве как раз таки но многие говорят здесь не эксплуатируемое пространство здесь у нас находится прачечная проход и с двух сторон у нас рабочая зона стиралка сушилка место где можно развесить белье и здесь переход идет в котельную из котельной у нас есть выход на террасу из которой можно дойти полностью до основного главного входа в котельной два котла у нас газовых которые работают в каскаде так как потребление большое у нас есть отапливаемая парковка на дом такая мощность не нужна и плюс такого решения что если у вас вышел из строя один котел второй всегда может справиться с обогревом дома смесительная группа коллекторы бойлер пойдемте дальше также на первом этаже у нас находится санузел очень крутой интерьер огромное круглое зеркало с подсветкой ванна у окна при ванне стоит такая вот специальная тумбочка на которую можно поставить радиатор смотрите дизайнерский очень крутой как вот принимать ванну с таким окном не проблема полностью можно зависеть вот там жалюзи выпадающие и рядом санузлом гостевая комната 16 квадратных метров с большим панорамным окном также здесь есть приточная вытяжная вентиляция встроенная система кондиционирования и видите акцент на такая вот стеночка дизайнерская с классными деревянными панелями за ней находится декоративная штукатурка и шкаф стоит полностью на всю площадь стены вот этой вот это силиконовая лампа здесь можно регулировать теплые полы в каждом отдельном помещении потому что теплоотдача например керамогранита и паркетные доски либо кварцвинила разная и можно отрегулировать уровень теплого пола в каждом помещении можно это сделать с помощью настенных датчиков можно сделать это в приложении очень удобно и идем на второй этаж обратите внимание сколько света дает зенитный фонарь мы еще пойдем с вами на третий этаж на эксплуатируемую террасу на эксплуатируемую кровлю вот это зенитный фонарь и он прям заподлицо с террасной доской сделаны можно по нему ходить на втором этаже у нас полностью изолированный спальный блок 2 детские спальни 15 и 14 квадратных метров санузел кабинет с выходом на террасу и мастер спальня и здесь вот есть как раз еще такая зона отдыха где можно сесть на кресло взять книжечку и полюбоваться видом через панорамный витраж кухни-гостиной который вот как раз таки здесь заканчивается в нашей первой реализации этого проекта этого балкона нету он находится с этой стороны и мы как раз таки кастомизировали этот проект таким образом чтобы появилась здесь вот эта вот часть с которой можно любоваться в дальний участок и тем самым мы увеличили мастер спальню и она у нас получается с учетом гардеробной 22 квадратных метра за кроватью у нас находится прям вот натуральная такой вот вырезаны как скале рисунок он полностью сделан вручную мастером то есть мы вызывали специально от мастера который создавал вот этот вот рисунок скалы цементно-песчаной смесью обычной с пластификаторами все это вот делается и подсветка падает на нее очень хорошо слева от кровати у нас находится гардеробная вот такие раздвижные двери отделяют ее гардеробная и дверь в санузел мастер-спальня видите как она открывается так чтобы не занимать место раз здесь также душевая кабина две раковины унитаз ничего особенного зато свой санузел мастер-спальня получается вы встали можете полностью сделать все дела одеться и выйти красивым уже гостям или к детям и конечно же в мастер-спальне у нас есть выход на свою террасу с которой тоже можно полюбоваться прекрасным видом на долину то есть вся концепция дома сделана для того чтобы наслаждаться полностью природой и участком максимальное единение с природой сейчас дом используется как дом выходного дня поэтому максимально сделано все чтобы кайфовать и получать от загородной жизни максимум пойдемте покажу вам оставшуюся часть дома здесь у нас две детские кабинет и санузел остался эта комната 15 квадратных метров двуспальная кровать панорамное окно в пол конвектор стоит тоже приточно вытяжная вентиляция встроенное кондиционирование как во всех помещениях и выход на террасу второго этажа здесь телевизор рабочая зона и зона хранения все максимально продумано датчик управления как раз таки температурой на стене санузел тоже в серых таких натуральных оттенках плитка под камень 2 раковины большое зеркало с подсветкой и душевая кабина здесь за инсталляцией как раз таки зона хранения тоже есть и коллектор эта комната 14 квадратных метров самая простая немножко обжито не будем ее сильно вам показывать кабинет мне нравится больше всего в этом доме он выполнен в таком вот брутальном мужском стиле здесь тоже на стене скала с двух сторон такого черного темно-серого света два рабочих места где можно поставить компьютеры ноутбуки и работать здесь вот еще займут свое место разные предметы декора у заказчика стоят его кубки призы награды не будем подсвечивать это довольно личный такой момент из кабинета можно выйти на террасу второго этажа когда ты хочешь отдохнуть выдохнуть после работы в кабинете можно прийти подняться на третий этаж и полюбоваться видом либо вот здесь под этой вот консолью присесть и почилить на таких вот диванчиках есть крыша и максимально всю уличную мебель сюда сдвинули пока тоже дпк у нас вот здесь вот на полу рейки про который я уже говорил в начале ролика подсветка встроенная у нас есть фасад где линейная такая декоративную штукатурку а это дверь из детской первой которая показывал тоже можно выйти на эту террасу здесь много света много сценариев света в каждом помещении на улице и внутри и поднимаемся на третий этаж металлическая лестница которая крепится к фасаду и опоясывает вот так вот угол ну не хватило бы полностью одномаршевой напролетной лестнице здесь у нас есть площадка переходная еще пару ступеней чтобы подняться наверх на террасу вот друзья какая красота зенитный фонарь про который я вам говорил страшно но можно ходить по нему в общем и обратите внимание как грамотно задекорировано вот это вот наружные блоки кондиционеров в пространство где можно тоже отдохнуть либо использовать это как стол вот здесь реально можно тусовки нормально устраивать здесь можно человек 20 обратите внимание друзья еще преимущество плоской кровли то что на ней можно разместить все оборудование которое обычно размещается на фасаде либо еще где-то 1 2 3 4 5 наружных блоков кондиционеров прикиньте бы мы их на фасад повесили то есть вот в этом преимущество плоской кровли вент выходы вильпи стоят еще здесь вот это получается дымоход камина ну что друзья на этом наш выпуск подходит концу если вам понравился этот дом поставьте обязательно лайк и подпишитесь на наш канал по ссылке можно перейти на наш сайт посмотреть стоимость такого же дома либо других домов и можно подписаться на наш телеграм-канал чтобы регулярно получать новости обновления наших проектов всем пока до новых встреч